Отдать дань памяти и уважения воинам-интернационалистам с каждым годом приходит все больше людей. Среди тех, кто утром 15 февраля пришел поклониться подвигу солдат и офицеров, представителей городской вертикали власти, организаций и предприятий областного центра, ветераны и близкие люди павших воинов. Немало в людском потоке было и просто горожан, тех, кого не коснулась война. Но жизнь не раз доказывала, такие страшные и трагичные страницы истории не могут быть сделан личным. Это боль всего народа. Народа, чьи сыновья, мужья и отцы были вынуждены взять в руки оружие. И очень важно такие страницы переворачивать, но не забывать о них. В первую очередь задача нашей организации – это заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи на примерах наших воинов-интернационалистов, а также участников Великой Отечественной войны. С этой целью члены нашей организации выступают в колледжах, школах, воинских подразделениях, стараются донести настоящую правду о той войне, которая, к сожалению, часто искажается в современных условиях. Часто нам приходится ответить на вопрос, который нам – а зачем вы там находились и так далее. Ну, есть простой ответ. Зачем мы там находились? Мы были военнослужащие, мы выполняли приказ. И мы его выполнили достойно. Десятилетняя афганская война отняла не одну тысячу жизней советских солдат и офицеров. В этом печальном списке значится и 28 фамилий Брещан. И для каждой семьи это незаживающая рана. Всего около полутора тысяч человек, жители областного центра, были отправлены защищать чужое отечество, выполняя свой интернациональный долг. Здесь мы чувствуем и помним, что никогда не забыто, ничто не забыто. Мы склоняем голову пред светлой памятью наших мужей, сыновей, святочки и воинский долг. Желаю всем мирного неба, счастья, благополучия вашим семьям, родным и близким. Спасибо, что вы всегда рядом и что мы вместе. С момента, когда последний советский солдат был выведен с территории Афганистана, прошло почти три десятилетия. Почти три десятилетия Беларусь, придерживающаяся оборонительной доктрины, не принимает участия в военных конфликтах, которые то и дело вспыхивают на планете. И этот мир важно сохранить. Слишком многое пришлось пережить белорусскому народу. Слишком часто гибли на полях сражений сыновья Синеокой. Хочется верить, что историческая память окажется надежным оберегом от военного лихолетия в будущем. 27 лет суверенная Беларусь не знает, что такое война. 27 лет в суверенной Беларуси не появляются новые категории воинов-лиготников. Наверное, это здорово. Наверное, это говорит о том, что мы, белорусы, живем правильно. Живем по совести. Вместе с тем, каждый год нас становится здесь больше. С нами молодежь. С нами общественность. И нету процесса затухания исторической памяти. Нет, потому что есть вы, уважаемые воины-афганцы, люди с активной гражданской жизненной позицией, люди, которые активно помогают руководству города, люди, которые не молчат, когда видят несправедливость, люди, которые всегда стоят в авангарде всех общественных преобразований в нашей республике, в нашем городе. В тот же день, 15 февраля, в Свято-Николаевском гарнизонном соборе, который расположен в Брестской крепости, состоялась панихида, после которой родные и друзья погибших посетили кладбище, где захоронены воины-интернационалисты.